Да уж, подобное не забывается. Просыпаешься это утром и узнаешь, что валюта твоей страны подешевела на 15%, что главный товар твоей страны, на котором и держится благополучие твоей экономики, подешевел сразу на четверть. И все это за одну ночь. И что у тебя вдруг после праздника 8 марта, черный понедельник. Что произошло? Как подобное стало возможным и во что все это может вылиться? Если вам не очень интересен анализ причин произошедшего, то, наверное, можно какую-то часть ролика промотать и сразу перейти к тому разделу, где конкретные ответы на конкретные вопросы. Как все происходящее отразится на России? Пошатнется ли режим Путина? Изменится ли внешняя политика России? Я в описании тайм-код этого места прописал. Ну, хотя, конечно, думаю правильно смотреть ролик целиком, а также правильно, я думаю, его комментировать, лайкать и подписываться на канал, если вы до сих пор не подписались. Поехали. Надо сказать, что описания причин сегодняшнего черного понедельника удивительно однообразны. Большинство комментаторов сходятся в том, что причина в пятничной ссоре между Россией и Саудовской Аравией. Было, дескать, некое совещание, наши там с саудитами не определились, как поступать в отношении добычи нефти, снижать или не снижать, и Саудовская Аравия, дескать, чтобы проучить Россию, начала демпинговать. Ну, а дальше все покатилось. Да, действительно, такое совещание в пятницу в Вене состоялось. Министров энергетики стран, членов ОПЕК и нескольких союзных им в этом вопросе, в том числе России. В самом деле, договоренность не была достигнута. Наш министр ушел, не досидев даже до конца заседания. И в самом деле, после этого Саудовская Аравия заявила о том, что она вводит скидки на свою нефть. Все так. Но мне кажется, что было бы все-таки несколько самонадеянно объяснять падение биржевых индексов по всему миру только проделками наших Путина и Сечина. Ну вот смотрите, сегодня в Гонконге биржа упала на 4%, в Токио 5,8%, в Париж 6,3%, в Лондон 8,5%. Фондовый индекс Италии обрушился на 9% за один день. Ну где Италия и где Саудовская Аравия? Да и что ж, если признать эту версию единственно правильной, то придется признать, что Путин вообще управляет миром. Ну это же он дал указание нашему министру не договариваться. Министр указания выполнил. Саудиты предсказуемо закусили у дела. И вот пошло, понеслось все то, что было запланировано в Кремле. Путин правит миром. Да бросьте. Ну а если не Путин, то кто? Второй по очереди кандидат на звание автора сегодняшнего кризиса, это, конечно же, коронавирус. Но разумеется, сам коронавирус непосредственно влиять на биржевые котировки не может, но для этого слишком микроскопический. Однако на биржевые котировки могут влиять люди. А люди подвержены эмоциям, люди подвержены панике. А паника все последние дни нарастала, как снежный ком. И именно из-за коронавируса. Вот только-только мы начали свыкаться с мыслью, что вроде бы в Китае ситуация начала нормализовываться, как полыхнула по всему миру. За два месяца в Китае 80 тысяч заболевших, за одну неделю в мире 30 тысяч. В Италии что происходит? Какое-то средневековье, какие-то шлагбаумы, границы, люди не могут выбраться из целых регионов, перекрытые дороги. Это центр Европы, развитая страна. Границы международные, которые схлопываются, захлопываются одна за другой. Опять-таки, как в средневековье. Израиль, который собирается прекратить, запретить въезд в свою страну вообще любым иностранцам, полностью закрыться собирается. Ну и даже Китай, который вот недалее как в пятницу сообщил, что за январь и февраль у него экспорт снизился на 18% из-за коронавируса. Пятая часть экспорта, Китай, мировая фабрика. Спрашивается, могут все эти новости, все эти переживания, все эти эмоции повлиять на экономику, вот на те самые биржи? Конечно могут, конечно влияют, обязательно влияют. Ну а наша российско-саудовская нефтяная история, возможно, стала здесь только последней каплей. Однако, надо признать, что и коронавирус, при всей его масштабности, кажется, все-таки не дотягивает до звания главного виновника всего происходящего. Не дотягивает до статуса главной причины вот этого явно нарастающего кризиса. Ну что такое эта эпидемия в масштабах мира? Ну ведь ничто, практически ничто. Ну вот там данные сегодняшнего утра, 3879 человек погибли за два месяца. Да в эпоху до интернета, до социальных сетей мы бы этой болезни даже и не заметили бы. О ней бы знали только специалисты, ну и те люди, кто болеет. И вот мне кажется, что ключевые слова здесь интернет и социальные сети. Мне кажется, что именно интернет и социальные сети, которые бурно, невероятно развивались в последние годы и становятся сегодня причиной происходящего. Мне кажется, мир сегодня столкнулся с внутренним кризисом, структурным кризисом. Мне кажется, что вот то, что происходит сейчас, это вызов, который бросают нам, человечеству, наши же собственные возросшие технологические возможности. Ну кризис роста, если хотите. С подобными кризисами человечество сталкивается с своей историей уже много раз. Когда возможности вдруг неожиданно возрастают, а мышление, культура, социальные навыки, политика, вот это все опаздывает, отстает. Возникает несоответствие, возникает некое внутреннее напряжение, которое должно разрешиться через некий кризис. Иногда очень серьезный, иногда кровавый. И самый яркий пример, наверное, вот такой. Грандиозный технический прогресс второй половины 19 века в Европе обернулся кризисом Первой мировой войны. Они в 2014 году думали, что сейчас по-старому, быстренько, так красиво повоюют, а не учли, что железные дороги, связь, которая появилась, телефон-телеграф, что развитие химической промышленности, развитие металлургии, что всеобщее образование, всеобщая грамотность уже все изменили. Общественное мнение вдруг тогда, к 2014 году, стало огромной силой, которой не могло противостоять правительству. Почему? Ну, потому что вот всеобщее образование. Общественное мнение хотело войны, правительство вынуждено было эту войну объявить. Железные дороги помогли генералам собрать какие-то колоссальные миллионные армии. А пулеметы, вот развитие металлургии, развитие химии, загнали эти армии в окопы на долге 4 года. Европа нарастила, невероятно тогда, за несколько десятилетий, нарастила свою мощь и не знала, как с ней справляться тогда. Но ведь нечто подобное происходит у нас и прямо сейчас. Мы создали интернет, сотовую связь, мы создали социальные сети, которые позволили миллионам людей гораздо активнее взаимодействовать друг с другом. И мы не знаем теперь, во что это выльется. Наши технические возможности вот в этом информационном направлении возросли невероятно, многократно. Но мы не можем, по определению, не можем дать адекватную оценку этому, пока не набьем соответствующие шишки. Мы построили какую-то мегамашину, вот вновь, и теперь методом тыка пытаемся понять, а что мы, собственно, сделали. В общем, повторюсь, мне кажется, то, что сейчас происходит, это глобальный вызов, который бросает человечеству его собственное технологическое развитие. Итак, настоящая причина сегодняшнего «Черного понедельника» и вообще того кризиса, в который, очевидно, погружается мир, в том, что наше мышление, наши общественные политические институты не поспевают за нашим же технологическим развитием. На поверхность это противоречие выплеснулось благодаря коронавирусу и представлено нам в форме вот начинающегося экономического кризиса. То есть это такой классический глобальный вызов, на который человечество сейчас должно найти адекватный ответ. Вот после Первой мировой войны на тогдашний глобальный вызов ответ адекватный не удалось найти. Решили, что вот сейчас мы навалим там на Германию всяческих репараций и можно все остальное оставить, как было. Не получилось. В результате случилась Вторая мировая война. Точно так же и сейчас есть опасность, что ответ на нынешний глобальный вызов, на коронавирус, сведется к карантинам, к блокадам, к уголовке за сокрытие симптомов и прочей полицейщине. Это было бы не очень хорошо. Потому что в этом случае через несколько лет полыхнет уже по-настоящему и будет что-то посерьезнее, чем коронавирус. Но, к счастью, в нашей человеческой истории есть примеры и очень удачных, очень адекватных ответов на глобальные вызовы. Но вот после Второй мировой войны появилась организация объединенных наций. По всему миру началось развитие демократии, уважение к свободам, гуманизм, открытые границы, объединительные процессы. В результате именно поэтому мы имеем 70 лет мира и невозможно, не существовавший до этого на планете Земля, высочайший уровень экономического благополучия. Ну, или вот еще пример, может быть, не такой масштабный, удачного, адекватного ответа на серьезный вызов. Вот когда автомобилей на Земле стало много, и ездить они стали уже быстро, люди столкнулись с проблемой. Аварии, смертность. Что делать? Можно было каким-то образом запретить автомобили, можно было каким-то там полицейским, административным путем ограничить их количество, можно было ограничить их мощность, их скорость. Можно было не замечать проблему. Это все были бы простые, очевидные и неправильные ответы на вызов. А правильным ответом оказались ремни безопасности. Я уверен, что и в нынешней ситуации, когда благодаря собственным техническим возможностям мы любую мелочевку можем превратить в любого масштаба кризис, что и в нынешней ситуации человечество все-таки найдет адекватный ответ. Я все-таки оптимист, но глобально. А вот на меньшем масштабе... Ну давайте посмотрим. Во что прямо сейчас выльется этот медиа-коронакризис? Насколько глубоким он окажется и насколько затяжным? Я убежден, что точного ответа на этот вопрос сейчас дать не может никто. Слишком много эмоций, хайпа, слишком мало информации. И если кто-то вам будет всерьез называть какие-то сроки или цифры, будьте уверены, скорее всего перед вами шарлатан. Однако если масштаб проблемы, которую мы пытаемся оценить, еще немного уменьшить, то тут уже какая-то определенность появляется. Ну, например, как все ныне происходящее повлияет на ситуацию в России? Нам что, вот уже начинать к революции готовиться? Что, холодильник-таки победит телевизор? Ну, думаю, черта с два. У нас с вами уже слишком большой опыт экономических катаклизмов, чтобы на подобное наивно надеяться. Ну давайте вспомним хотя бы декабрь 2014 года, когда у нас за один день рубль вообще в два раза упал. И ничего, и Путин на месте с тех пор, и мы с вами на месте. К сожалению, они много чему научились. Мы, к сожалению, много к чему привыкли. Ну ладно, а может быть тогда хотя бы из-за этого кризиса поменяется, как многие ждут сейчас, внешняя политика России? Может быть Россия все-таки перестанет лезть к своим соседям? Думаю, вряд ли. Думаю, вряд ли. Скорее, даже наоборот. Пока крупные, богатые страны, заняты коронавирусом, заняты своей экономикой, им нет дела до мелких локальных конфликтов. В какой-нибудь Сирии, в какой-нибудь Украине или, например, в Эстонии. Думаю, мало чего изменится. Да вот даже взгляните вот на какой факт. Что мы сегодня с вами весь день обсуждаем? Упавшую нефть, упавший рубль, растущий коронавирус. А вот не будь этого, мы бы сегодня и весь день обсуждали главную новость. А именно, начало судебного процесса по поводу сбитого в 2014 году самолета. Я думаю, не коронавирус избавит нас от Путина. Ну, разве что прямо физически. Хотя и это вряд ли. Но, с другой стороны, я призываю, что оценивая ныне происходящее, оценивая нынешнее ЧП, этот черный понедельник, надо просто не спешить. Не надо бросаться из крайности в крайность, заявлять об апокалипсисе, мы все умрем, заявлять о торжестве скором, вот Путин сгинет. Будем смотреть. Понимаю, скучно, но вопрос и в самом деле серьезный. На этом заканчиваю. Не забудьте подписаться на канал, комментируйте, ставьте лайки. Я Алексей Романов, Россия, путь свободна. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова